Как-то поздно из гостей шел я. Вечерела. Шел пешком. За руль не сел, раз такое дело. Да и тут недалеко, если напрямую. Думаю, еще пивко по пути прямое. Вот иду совсем один узким тротуаром. Никого. Лишь впереди контур бабки старой. Из долины чистый гном. Инопланетянин, что тележку с барахлом за собою тянет. И хоть я себе шагал чинно и без спешки, очень скоро я нагнал бабушку с тележкой. Только обойти ее. Я собрался было. Как старушка, е-мое, пули припустила. Ладно, бабушка, беги. Под ноги не глядя, раз решила, что враги догоняют сзади. Но надолго у нее не хватило пыла. Чувствуя себя свиней, приближаюсь с тыла. Оглянулась. А в глазах у бабульки этой, ну не то чтоб легкий страх. Амба. Конец света. Открываю, была рот. Здрасте. Добрый вечер. Как она уже вперед понеслась, как ветер. Тьфу, ты чертова корга. Ну куда впылила? Ты сама же как яга. Чтоб тебе пусто было. Виноватый, что ли, я, коль с тобой убогой довелось домой хилять, блин, одной дорогой. Мне до дому-то уже и ничего осталось. Впереди, как в мираже, бабка показалась. Над тележкой склонясь, тяжело так дышит. То ли молясь, то ли матерясь, но меня не слышит. Втихаря, чтоб не спугнуть старую креветку, я хотел во двор шмыгнуть, но ступил на ветку. Бабка оглянулась вмиг. Ох уж и не скоро я забуду адский крик, что поднял весь город. Убивают, режут, бьют, грабят вурдалаки, бабушку насилуют грязные маньяки. И тогда, собрав в кулак все остатки воли, говорю, да не маньяк я, а Валуев Коля.